от фрата еще то как будто тебе на сале в рот и бейше кисло и бануться хуй то мочу не пробовал из доска кислая до парни всем привет я рад видеть что вы смотрите этот выпуск я заметил нихуевый такой прирост на канале когда мы поменяли формат когда мы поменяли качество когда мы говорим мы я имею ввиду себя до одного больше никто в этом никакого участия не принимал и принимать скорее всего не будет никогда ну и давайте собственно уебенем наверное нашу любимую рубрику три топовых комментарии с прошлого выпуска да давайте вот здесь будет 1 вот здесь будет 2 и у меня на пузике будет 3 круто я очень рад что вы на самом деле пишите что-то делаете да и мне без и я вам безмерно благодарен так вот о чем о чем у нас сейчас пойдет речь этот выпуск будет наверное коротенький маленький и не такой объемный по информации это табак prime у меня есть два вкуса один вкус красная смородина второй вкус желтая малина как вы думаете ебануться желтая малина от фрата еще то я лично никогда в жизни не встречал желтой малины и я даже не понимаю что это такое поэтому мы сейчас их покурим но в этих вкусах есть свой секрет этот секрет заключается в том что они кислые то есть не просто что-то похожее на кислое а реально кислые вкусы и я осмелюсь сказать что это два самых кислых вкуса на всей территории российской федерации да вот так вот они даже не так два самых кислых вкуса среди производителей на всей территории российской федерации то есть я на самом деле прокурил только один вкус это желтая малина и поэтому вкусу я могу много чего рассказать и это я сейчас сделаю но это остается реально самым кислым среди того что я уже как бы покурил такое ощущение когда ты куришь желтую малину как будто тебе на сале в рот вот настолько вот кисло до такой яркой санины во рту я еще не чувствовал вот прям ты случай я почему знаю на то что я как бы мочу не пробовал но отдавая отсылочки на тупой и еще тупее по тому менту который выпил бутыль мочи собственно понятно что бывает моча пиздос как кислая да и в данном случае это у нас prime а расскажу вкратце про продукта он сделан в новосибирске это такой сибирский хороший табак да но о самом prime в целом поговорим наверное в следующем выпуске сейчас мы только поговорим про два самых кислых вкуса и они этого заслуживают так вот смотрите у меня есть смородина красная и и вот сюда поставлю да и есть желтая малина собственно желтую малину я уже курил но уже подзабыл как она раскрывается что она из себя представляет и так далее а вот красную смородину я оставил специально на сегодняшний день так вот давайте начнем с красной желтой малинки и собственно потихонечку перейдем на смородину у меня есть к вам идея давайте организуем такой прикольный интерактив вы сейчас в комментариях напишите производителя и его самый кислый вкус то есть как вы реально считаете у кого самый кислый вкус типа пускай первый комментарий будет а в зал red cherry и а в зал sweet melon да вот по моему мнению на данный момент не трогаем эти вкусы для меня они были самыми кислыми на рынке вы можете написать свой вариант и мы наверное потом проверим какие еще есть кислые вкусы и возможно уебением когда-нибудь выпуск про битву кислых вкусов как он такая хуета я думаю вам понравится да давайте пробовать собственно желтую малинку и я примерно смогу рассказать что это вообще такое ай как хорошо зашла то есть самых первых тяг у меня начинает выделяться выделяться слюна и это очень меня напрягает но это реально ебейши кисло вот прям и бейши кисло но как такового вкусы желтой малины либо в целом малины я не чувствую я просто на смотрите просто копится я просто чувствую вкус кислоты то есть вкус чего-то кислого прям то есть очень кисло бля реально ну выпуск про кислые вкусы согласитесь поэтому я очень часто упоминаю упоминаю слово кислые давайте теперь прогов поговорим про малину как таковой малины там не чувствуются крепость примерно 5-6 ну 600 стабильно шестерочка да а очень кисло и этот вкус явно не потеряется среди других вкусов то есть он реально будет кислить в миксах я еще не пробовал ее но обязательно попробуем теперь собственно давайте-ка мы перейдем к нашей красной смородине и собственно потом сделаем кое-какой итог который ягод с которым я готов поделиться в нем есть как плюсы этих кислых вкусов так скорее всего и минус этих кислых вкусов так смородина красная маленькая пометочка желтая малина с пачки пахнет прям как малина но когда куришь это не совсем малина это просто что-то кислое и банутся а теперь нормально то есть вопрос пока я пиздел про желтую малину смородина перегрелась смородине также выделяется слюна причем очень обильно но по ароматике они очень разные и кислота у них тоже очень разные то есть спектр кислоты очень разный если малина более сладкая такая кислота до привод кислинка кислинка то здесь она более такая как не знаю как даже правильно объяснить более резкая кислинка но здесь по крайней мере конкретно чувствуется вкус смородины именно знаете вот недоспелая смородина вот и чуть-чуть когда остается и ты начинаешь ее кушать и вот это вот я назову ее деревенская кислота блять деревенская кислая недоспелая смородина да вот когда вот ты не знаю начинаешь рвать хавать от жадности да пока те в жопу солью не зарядили вот примерно то же самое и после которой ты срежь бездет жидким жидким говном да я кашлю потому что аромка очень кислитые мое горло немного не воспринимает настолько кислый соло пакур но фанатам кислоты я однозначно вот прям советую попробовать prime и тот кто уже пробовал prime вот эти два вкуса напишите в комментариях реально ли это так кисло либо просто у меня шалит а либо просто у меня шалят ароматизаторы либо просто у меня шалят рецепторы реально очень кисло и я вот в сравнении я возьму так что это кислее чем red cherry это кислее чем а sweet melon а это кислее наверное чем линейка шока хотя кислота очень похожая и у меня сложилось такое впечатление что кто-то из производителей ароматизаторов вывел формулу кислоты и соответственно они ее как берн с линейкой шок таки prime с этими двумя вкусами дай кислоты и и начали активно юзать но есть маленький минус после берна шока и после этих двух вкусов у меня складывается такое впечатление что я голодный хотя я вроде поел но я хочу еще хавать возможно это вызвано тем что от кислоты на рецепторах начинает активно вырабатываться желудочный сок и он как бы начинает действовать переваривать что-то но в желудке нечего переваривать грубо говоря ты пиздец как хочешь жрать то есть лайфхак если у вас ресторан где есть кухня и кальяна и беньте этот вкус чтобы гости хотели жрать повышайте средний чек и вам не нужно на вебинары димы густого вот так в целом также повторюсь что на всю линейку прайма по вкусам и в целом как самый сам продукт мы обзор запишем немного попозже мне осталось еще пару вкусов прокурить я смогу сложить свое мнение об этом продукте рассказать о его минусах а его проебах на как мы собственно это любим последнее время делать и я его плюсах поэтому я пока мисс решил хайпануть двумя самыми кислыми вкусами да вот так и прямо назову видос чтобы все его посмотрели и охуели поэтому ребят это дава дым это кальяна хука game 24 и конечно же табак прайм 2 самых диких кислых вкуса на диком западе москвы вот так и и и и